С Новым Годом! Всего наилучшего! Приветствую всех любителей влажного классического бритья на канале Опасная Бритва Бруклин Продакшн. Меня зовут Павел и сегодня будет обзор бритье. Все как мы любим, все как нам нравится и с интересной бритвой. Но начнем мы как обычно с помазка. Сегодня у нас будет вот такой вот интересный помазок от компании Frank Shaving. Такой красавец гриб. Гриб распушился такой вот, здоровенный стал, а был такой скромный, маленький, серенький грибочек. А когда его окунули в воду, набрался с своей поверхности, такой рабочий и вот такой вот пушистый получился у нас барсук. Сейчас посмотрим как он нахомячит, но для начала его замочим. Возьмем чашку Time is Razer, наберем теплой водички. Ничего нового для любителей влажного классического бритья. Америки не открываю. Сегодня у нас помазочек. Пошел купаться. Давайте оставим его на пару минут подумать. И сегодня у нас кремом для бритья выступит вот такой вот крем Palma Leaf. Вот такой вот интересный тюб, кто пользовался, кто не пользовался. Этот тюбик прислал мне Роман Пастухов, за что ему огромное спасибо. Уже один раз им пользовался. Хороший крем, замечательный, из масс-маркета. Очень душевный и освежающий. Освежающий. Сегодня у нас освежающая такая схема будет. Приятная. Вот такой вот замечательный тюбик. Можно взять куда-либо на траву, на попробовать. Думаю, сильно это не ударит по бюджету, который рассчитан на отличную красивую бритву. Сегодня у нас с автошейфом будет вот такой вот ворс, освежающий, опять же таки с ментулом. Польский автошейф, как вы все знаете уже. Так вот, приятного цвета. Приятный, душистый. Как сказала моя группа нюхачей, запах такого освежающего бриза морского. Но им виднее. Приятно сегодня пользоваться, потому что в теплой ванне, скажем вам по секрету, не так уже и комфортно при всем этом свете, при всем вот этом благополучии. Не так комфортно, потому что уже буквально за 20 минут становится очень жарко. Но сегодня интересная бритва, выступит вот такая вот бритва компании Hands & Shaving. Называется бритва The Hands & Razor. Черненькая, вы уже видели несколько раз ее на обзоре. Бритва алюминиевая, анодирована. Более подробную информацию я оставлю вам в ссылочке вот здесь вот. Зайдете, посмотрите. Там есть распаковка, там было еще одно бритье. Сегодня будет второе бритье, если не ошибаюсь, с этой бритвой. Бритва преподносится как высокоточное произведение искусства, как написано на сайте производителей. Сделано на супер-пупер станках, которые делают спутники для космоса. И все вот так вот сложно и просто. И цена, в принципе, по-моему, где-то в 50 долларов. Значит, бритва очень легкая. Достаточно угол задан 30 градусов. Вот этот вот угол по отношению к коже. Тем самым обеспечится комфортное бритье. Средней агрессивности, как выяснилось, от средней эффективной до средней такой вот легкой агрессивности. В зависимости от того, где мы сбриваем. То есть, я помню, на усах, на бороде немножечко она пропускала, а в остальных очень хорошо шла. Значит, бритва показала себя с очень хорошей стороны. В первом обзоре бритье. Значит, бритва имеет логотипы компании небольшие. HS, Henson Shaving. Небольшая насечка такая. Вот, я не знаю, видно вам или нет. Есть, видно, да? Небольшая насечка. Сегодня вот так вот она в профиль идет. Посмотрите. Всем что-то напоминает. Красивая. Есть в 10 цветах. Сейчас даже бритва преподносится уже даже в двух вариантах. Есть менее средней агрессивности и средней агрессивности. Преподносится как для мужчин, для женщин. Цвета очень-очень разные. Есть яркие. Есть на любой вкус цвет и запах, как говорится. И сегодня будем использовать вот такие вот лезвия Fizer. Для того, чтобы проверить всю остроту, всю агрессивность, всю эффективность съема щетины. Так, пока отложим ее в сторону. Ну что, наш лазок уже. Как говорится, уже набрался. Такой вот мокрый барсук типа хомяк. Так, немножечко уберем лишнюю водичку. Так, наш крем-палмолив. Для мужчин, для женщин. Так, я думаю, достаточно. Буквально чуть-чуть. Вот так вот посмотрим. Тут буквально полтора сантиметра. Возможно, этого и хватит. А возможно, не так добавим. Сейчас забьем пену для бритья. Хорошо. Помазок работает. Крем тоже никуда не девается. В принципе, я думаю, что нам будет вполне достаточно. Единственное, что сейчас я чувствую, надо добавить водички. Узел у помазка 24 миллиметра. Такой вот средний барсук. По средней цене, скажем так. Вот я их так различаю. Потому что какую-то эстетичную форму, в которой складывается сумасшедшая порой цена, не очень догоняю. Потому что, ну, может в этом что-то есть, к чему надо стремиться. Не знаю особо. Я их много перепробовал. Есть хорошие, есть плохие. Есть более-менее хорошие, есть более-менее плохие. Но все складывается из наших отделок. Так, в принципе, чуть-чуть водички вот так вот. Из наших отделок. Притом это 7-минутные какие-то эмоции, желания, возможности, возможности купить. Потом желание попробовать, желание оценить. Как это вот так вот все складывается. И сказать, что барсук за 25 долларов или барсук за 125 долларов сильно вот-сильно вот отличаются. Вот иногда не очень. Так, ну что. Полтора сантиметра крема из тюбика. Достаточно много хороших получились пены. В основном она вся в помазке. То есть, немного пены есть, немного она в помазке. Сейчас мы ее соберем. И нам будет для двух с половиной, для двух проходов вполне достаточно. Чтобы лишнее не убирать в канализацию. Так. Немножко заляпались руки. Но это уже мелочи. Сегодня интересная бритва. Интересно, как она поведет себя с острыми лезвиями физов. Так, все, в принципе, обо всем. Сейчас проверяем лицо. И начинаем. Замечательно. Прогрели лицо. Немного водички. Сейчас уберем. Хотя, тоже задумался. Может, не стоит его сильно убирать в воду. Пена получилась концентрированная. Сейчас немножко поломаю ручку помазка, дабы руки были чистые. Франк шейвинг. Делает различные помазки с различными ручками. Как я заметил, это не делается миллионными партиями. Поэтому, конкретно, если вы захотели, посмотрели, что есть в продаже, можно взять и заказать это дело. И, может быть, так случится, что через полгода, через месяц уже такого не будет. Так, немножко намочили. Вот так веселее даже. Пена получилась такая вот хорошая, сметанообразная. Но я в предвкушении того, что у бритвы небольшие пеноотводы, немножечко задумался над этим вопросом. Мыло прекрасное. Вот это крем для бритья. Палмолив. Если не ошибаюсь, Италия. Масс-маркет. Достаточно бюджетное. Чуть-чуть охлаждает лицо. Абсолютно не сильно. Так. Эффект охлаждения все-таки присутствует. Не такой явный, не такой выраженный. И это для меня очень хорошо. Так, ну что. Наша Hands & Shaving, Hands & Razor. Сегодня будет в очередном использовании с острым лезвием. Интересная бритва, занимающая популярность. Сейчас во многих интернет-магазинах появилась. И как-то вижу уже на обзорах. Вижу в бритье. Вижу в различных сотах. В различных группах. Американских, английских, испанских. Это очень радует. Компания развивается. А мы были практически первые на обзоре этой бритвы. В таком широком ютюбе. Это тоже очень радует. Стояли у истоков, как говорится. Потому что одни из первых попробовали эту бритву. Реально. Вот я попробовал ее. Посмотрел, покрутил. И потом она как-то появилась уже как-то везде сразу. Так, ну что. Попробуем с лезвиями Fizer. Вылет лезвия вообще минимальный. Абсолютно минимальный. Казалось бы, такая детская игрушка. Но как оно будет? Так, поехали. Так, лезвиями нормально прошлись. Обалденно эффективно. Вот реально обалденно эффективно. Так, что за волос? Помоска? Барсук? Полез барсук? Все так же не чувствуется лезвие. Очень комфортно идет. Казалось бы, как лопаткой детской проходишься по лицу. И получается какой-то результат. Так, смоем. Очень хорошо. Без никакого, как говорится, нажима. Но очень эффективно сбривает. Так, с этой стороны прошлись. Теперь у нас еще с этой стороны. Посмотрим височки наши. Так, здесь сразу. Приятно очень. Такие ощущения, что бритье происходит такое чувство, как само собой. То есть, как будто ты сидишь в кресле и какая-то машина тебя бреет и тебе не доставляет никаких неудобств, каких-то ощущений плохих или чего-то еще. А все как бы само собой происходит. Первое использование было с лезвиями Астра, которые опять же таки прислала компания. В тот момент компания присылала одну бритву и 100 лезвий к ней. И регламентировала тем, что у них это будет такой вот сет, набор для двухлетнего сеанса бритья. То есть, рассчитан. Потом они еще-то поменяли позицию, видать, сильно продвинулись куда-либо. И решили, что 100 лезвий это сильно жирно присылать. Сначала уменьшили цену, потом опять увеличили цену. В общем, сейчас идет она, по-моему, если не ошибаюсь, с пятью лезвий. Так, что немножко зацепилась. Так, есть. Борода прошлись. Хорошо промыли. Усы подергивает. Чуть более жесткий волос. Уже, как бы уже заметили, многие бритвы начинают уже немножечко подергивать. Но все складывается то, что работаем без нажима, спокойно, уверенно. И что-то не хватает. Может, веса не хватает, бритвы. Может, еще что-то. Так, ну что, первый проход, в принципе, завершен. Алюминиевая игрушка сработала на 250%. Очень впечатляет. Сейчас умоемся, проведем наш очередной тест. И пойдем дальше. Так, хорошо. Сейчас водичку такую сделаем достойную, не горячую. Замечательно. Ну что, первый проход, что показал. Вообще никаких ощущений после того, как на нее своду, обычно для того, чтобы... То есть, это говорит о том, что лезвие вообще не трогает. Эпидемия спокойно проходилась по коже. Видно недобритость в первом проходе. Но, как говорится, эффективность не в этом заключается. Так, наша бритва. Сейчас лицо мокрое. Уже не будем вытирать. А во втором проходе просто его добреем. И на этом мы заканчиваем. Спокойно, легенькой пеной. Такое, чего я говорю, что пены реально достаточно было в одном помазке. Для того, чтобы уже побриться. Поэтому полтора сантиметра это много было. Так что, уже по-жирному, наверное, сантиметра вполне достаточно. Да, вот так вот. Эффективно. Отлично. Как оно в пробревах. Замечательно всю щетину. Шикартустно. Сейчас уже машем, как говорится, мечом. Но надо осторожно. Все-таки лезвие стоит острое. Так, что не вижу, где начало, где конец истории с виском. Так, сейчас попробую еще раз. Немножко непонятно. Вот так вот где-то, где-то так. Где-то так. Эффективно одобревает. Сейчас уже с небольшим нажимом все-таки пытаюсь пробрить ее. Мы живем не в иллюзиях того, что происходит. Хорошо делает это дело. Небольшое покраснение какое-то образовалось. Что-то она снесла в начале. Ох, мы себя уже ляпну красавица. Так, ну что, наша борода, усы и все. Очень хорошо бреет. Спокойненько, небольшими движениями. Реально очень интересно, красиво. И неощутимо на коже абсолютно. Так. Тут уже в нос залезли. Ушки у гритвы отсутствуют, так называемые. То есть, лезвие не выходит за рамки. Так. Ну что. Чуть-чуть еще додрится. Сейчас прямо так вот водичку нанесем. Так, так, и здесь еще немножечко. Ну и все, в принципе. Недолго мучилась старушка на оголенных проводах, в принципе. Так, сейчас посмотрим, что еще у нас есть. Главное, когда ты машешь плитвой, не пропускать места, чтобы потом к ним не возвращаться. И тогда будет вообще все замечательно. Так, ну что. Физор агрессивнее прошелся, я даже вижу, по состоянию кожи намного агрессивнее, чем Астра зеленая, которая была на обзоре, из которой рекомендуется как бы этот станок, вернее, с которым поставщик поставляет этот станок. Ну и эффективность чувствуется намного быстрее. Я вот чувствую, как она прошла первый раз с лезвиями Астра, она так застревала на бороде, все остальное. Сейчас достаточно эффективно прошлась. Ну хорошо, умоемся, обсудим это дело. Так, сейчас прохладим гормонечки и продолжим. Ну что. Бритье получилось достаточно очень быстрое, эффективное. Что, я думаю, нужно отдать должное лезвию Физор. Файзор, какой-то сильно волнует Файзор. В принципе, очень чисто получилось. Очень, в принципе, здорово. Сейчас еще раз попробую где-то что-то, чтобы уже не возвращаться. Вот так. В принципе, очень-очень хорошо, очень. Несмотря на какое-то покраснение, как обычно у меня на шее. Очень чистенько кожа, достаточно хорошо пробривается, особенно в зоне усов. На бороде достаточно неплохо. Так, еще здесь. Вот так. На бороде появились лишние изгибы. Хорошая, эффективная бритва. Так. Ну что, с этим закончили вопросом. Теперь у нас есть вопрос по автошейку. Сейчас спиртиком пройдемся все это дело. Прижгем, как говорится. Так, дозатор, голубая жидкость. Все, как мы любим, все в лучших традициях. Да простит Андрей Муканов. Он не вытер кожу. Бедный человек, будет нервничать, но не важно. Так, в общем, автошейк тоже. Чем мне нравится этот автошейк? Тем, что он хоть и написал, что такой ментоловый и все дела, но он не сильно такой охлаждает, как крем, не сильно охлаждает. Потому что я пользовался такими автошейками, которые сильно охлаждают. Никакой эффект в этом, как бы, есть какой-то класс, кому-то нравится. Но, когда я там вылаз с ментовым сильным, который вот сильно охлаждает кожу, мне так кажется, что оно способствует тому, что лезвие все-таки не так комфортно идет по коже. Что-то с кожей не то происходит, ментол как-то ее сковывает. А автошейк, да, автошейк, насчет сильного охлаждения, в этом есть, конечно, очень интересно. Для любителей, допустим, прораза зеленого, еще там много-много всяких разных компаний, а в основном это масс-маркет. Так, ну что, этот автошейк зачет. Вот, нравится, будем пользоваться, использовать. Очень хороший, достаточно бюджетный. Особенно у тех, кого есть возможность где-то в Европе его купить. Так, сейчас автошейк проявил какие-то на коже недостатки, которые снесла, выровняла бритва. Но, в принципе, эффект вы видите, очень хорошее, качественное бритье, чистенькая кожа, белое, все замечательно. Где-то что-то, как-то почему-то, буквально через 15-20 минут идет. Особенно одно из западлянных мест. Хорошо, сегодня начнем с нашего помазка. Сегодня у нас был достаточно хороший, большой помазок с где-то узел 24-25, может, 5-26, 24 миллиметра. Очень сильно распушировался такой, как гриб. Мне нравится, как он работает. Ручка мне тоже нравится. Удобная, в принципе, не для глубокой чаши. Тут у меня чаша немножечко глубже была, поэтому руки немножко запачкались. Ну, в принципе, чаша, как мы знаем, самая эффективная в нашем мире классического бритья. Сейчас самая эффективная и по цене, и по качеству, и вообще по всем хотелкам. Так, наш крем еще раз поумолив. Роме Пастухову большое спасибо за знакомство. Будем дальше знакомиться, еще целый тюбик. И, значит, наша бритва. С этим всем закончили, все, в принципе, классно. Бритва очень всем понравилась. Сегодня намного эффективнее шла с лезвиями вот такими вот. С лезвиями физоргана сегодня шла намного эффективнее, чем с астрой. Но нужно было, может, меньше махать саблей, меньше было потерь бы, я так думаю. Ну, как бы, что было, то было. И назад уши не пришьешь, если они уже валяются возле кресла. Правильно? Парикмахер просто стряхнул вместе с ловосами и пошли работать дальше. Эффективная бритва, нравится, легкая. Цена, в принципе, доступная. Хорошая средняя бритва, потому что в некоторых компаниях алюминиевые бритвы зашкаливает цена. Есть другие компании, которых цена в полтора раза дороже. Ну, в общем, есть чего выбрать, есть куда обратиться, есть кому из отделок посмотреть. И Новый год начать с этой бритвы, я посчитал, что достаточно эффективно, хорошо, интересно для вас в первую очередь. Так что у нас сегодня Hands & Razor с лезвиями физорг. В очень хорошем исполнении, в очень хорошем бритье. Так что, ребята, сегодня у нас вот такое было классное бритье. Мне тоже все очень понравилось, и дай бог, чтобы все время все нравилось. Потому что хорошего в жизни не так уж много, но надо его находить. Так что, встретимся в моих следующих видео. Увидимся на канале. Пока! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok